Здравствуйте, дорогие зрители и зрители моего канала Жанна Кельтнумера. С вами Жанна из Германии. Хоть сегодня и не среда, но я решила сделать видео для среды, посвященное Меркурию, этому богу торговли, коммуникации, интернета. И вот Меркурию принадлежит зелёный цвет. Вроде как считается так по мифологии. Ну, Меркурий это у нас Гермес, такой весёлый бог. И, по-моему, ещё любит Меркурии, рождённых в июне под созвездием близнецов. Близнецы, они всегда такие молодые, красивые, весёлые, неунывающие, всегда хотят что-то изменить в своей жизни. Очень часто они женятся, разводятся, опять заводят семью и всегда ещё имеют кого-то на стороне. Возможно, это и не всегда так, но вот я как бы так замечала за ними такое. Ну, пусть радуются жизни. Детишки должны радоваться жизни. Вроде как ещё Меркурий любит США. США. И поэтому вы должны понять, вот откуда все развлекушки, веселушки, кино, шоу, вот это всё такое. Вот американские горки, вот это у нас весёлый Меркурий. И он такой, кстати, у Меркурия среди богов нету врагов. Он везде такой связной, все его любят, ни с кем он не в контурах, и всё у него замечательно. Так, начнём. Вот я сегодня в такой курточке, и покупала я вот под эту курточку вот этот лак от Essence. И видите, там написано Октоберфест. Октоберфест – это праздник. Это элементированная коллекция. Она с таким вот... Ещё там блёски зелёненькие, не знаю, видите вы или нет. Лак, что можно сказать. Вот это покрытие. Вот, видите, этот ноготь. Вот. С третьего раза удалось не покрыть. Ну, он полосит, он полосит. У него слабенькое покрытие, хотя вот уже ему скоро год будет. Скоро год будет. Он ещё в таком жидком состоянии не испортился. Ну, как я уже вам говорила, не люблю я в последнее время лаки от Essence. Это была лимитированная коллекция. Купилась я вот на такой красивый цвет. И вот такой вот ещё потон там красивый. Видите, он переливается такой салатово-голубоватый. Так, убираем. Следующий ноготь, вот этот вот. И это у нас Астер. Что хочу сказать? Ну, видите, он такой розово-зелёный. Поэтому я отнесла к этой коллекции. И что хочу сказать? Вот, видите, Fashion Studio. Что-то там всё размывается, не знаю я. Такая ужасная программа. Хотя камеры отличные. Нет у меня программы, которая была на эти камеры. Windows что-то мудрит, чудит. И поэтому раньше у меня были такие хорошие видео с хорошим изображением. Но вот этот вот ноготь. Не будем разочаровываться. А я вот рассказываю вам. Вот этот лак, он хорош. Я делала ещё такое большое видео с хорошим изображением. В прошлом году вы можете увидеть его в этом плейлисте «Лакоманьячество». Всё о лаках. И он хороший. Он недорогой и хороший. Поэтому я могу его рекомендовать смело. На ногте два покрытия. Вот это вот. В два покрытия. Лак. Так что вы можете видеть. С одного покрытия там что-то там непонятное. А вот со второго уже такой красивый блеск. И он тоже. Он не полосит, кстати. Он с первого покрытия не полосит. Ну просто слабенькое покрытие. Вот возможно вы увидите то. Ну в предыдущих видео всё у меня в информационном боксе всё написано. Это у нас Манхэттен. Вот этот ноготь. Вот этот. С первого раза такое покрытие не получается. Только со второго. Ну я отнесла почему? Да потому что это такой какой-то изумрудно-зелёный цвет. Он вроде смотрится и синим. Но вот он такой вот. Лаки Манхэттен мне нравится. Лаки Манхэттен мне нравится. Может и этот. Цвет вы увидите. Да, он всё вроде хорошо. Так что видите, он такой жиденький. Ничего с ним не происходит. Это тоже лак. Жиденький. Ничего с ним не происходит. Так что вы можете купить. И надолго его хватит. И вот такая вот упаковочка. Не так уж его много. Не надоест он вам. Это мой любимый лак от Кико. Я уже делала видео новинка от Кико. Вот это вот у меня покрытие в два слоя. Потом покажу я вам покрытие в один слой. Это в два слоя. Он такой вот зелёный с золотом. По-моему, уже тоже ему год. Скоро будет. Не знаю. Не помню я. Нравится мне. Хоть они не стойкие лаки от Кико. Но зато красивые оттенки. Сохнут быстро. С первого раза уже покрытие шикарное. И вот были скидки на прошлой неделе на Кико. Лаки Кико и косметику Кико в Дортмунде. В магазине. Вот лаки рубль евро 90. Все лаки. Все. Но возможно там есть новинки. Так они и не будут стоить. По такой скидке. Но вот. Я не обращала внимания. Было там быстро. 10 минут, 15 и убежала. Поэтому не могу ничего точно сказать. Но были скидки на тени. 50% каких-то коллекций. И вот лаки. Лаков было по-моему 4 стенда. Огромные. Там вся стена в лаках. И там были скидки на них. Это лак у нас. От Катрис. Лимитированная коллекция. Вот вы видите этот ноготь. Это в два слоя. Потом покажу в один слой. В принципе в один слой его можно покрыть. И разницы не так уж много. Тоже хороший лак. Он такой серебристо-зеленый. Поэтому я его отнесла сюда. К теме Меркурия. Такой вот интересный. Лаки от Катрис мне нравятся кстати. Они намного лучше чем Эссенс. Ну они конечно дороже. В общем в два слоя. Так. Переходим к другой руке. Это вот находка для меня. Вот эта фирма. Лейгентон Дэни. Я уже показывала. В бесцветных лаках. Это был набор. Три лака. Два небольших. Один большой. Я решила попробовать. Была скидка в Теке Мэкс. И вы знаете отличный лак. Отличный лак. Вот этот все-таки Дэни. Он понимает в маникюре и педикюре. Потому что он был специалист. И сам создал фирму. Который под его именем. Он продает лаки. И лаки у него хорошие. Вот покажу вам. Вот этот лак. Видите он такой. Я уже анонсировала. Я говорила что он похож на хвой. И это покрытие с одного раза. С одного раза. С одного раза покрытие. И он такой глянцевый. Вполне кстати он долго держится. Этот лак. Так. Убираем. Это лак у меня. Вот этот палец. Палец солнца. От. Колор. Была какая-то коллекция у них. Я уже их показывала. Вот этот лак. Вот этот лак. Можно в принципе в один слой. Но в два лучше. Больше мне нравятся вот эти вот покрытия. Они неплохие. И они не так уж портят ногти. Вот эти я не знаю. Они плохо стираются с ногтевой пластинки. Так. Вот еще. Вот показывает этот лак от астер. Вот я уже рассказывала что это вот покрытие в один слой. Видите. В один слой уже такое шикарное покрытие. Нужно посильнее. Вот вы видите в два. Этот в два. Этот в один. Видите. Как хорошо покрывает лак Кико ногти. И можно делать такие. Варьировать оттенки. Так. Показываю вам тоже. Вот этот лак. Катрис. Я решила в один слой сделать. И в два. Здесь в два. Этот в два. Этот в один. Вот видите. Практически разницы нет. И купила я значит такое средство. Решила попробовать. Эбелин. Выпускает. Вот здесь вот губка. Палец засовываешь туда. И запах такой. Пишет. Экспресс. Без ацетона. Пишет ацетон фрай. Что хочу сказать. Решила я попробовать. Потому что много анонсов. На такие вот средства для снятия лаков с губкой. Ну что хочу сказать. Не сказать бы, чтобы сразу сходил глиттер. Но надо мне попробовать, как снимается глиттер от Катрис. Потому что его просто невозможно снять. Но вот глиттер от Кико. Он такой слабенький. В принципе он снимался хорошо. Он хорошо снимает. Но все. Все равно нужно потом проходиться житькостью. Или какими-то вот такими падами. Как сказать. Это пад. Ватными. Там не ватные. Там какое-то вот такое вещество. Синтетическое. В виде подушечек. И они пропитаны маслицем. Все равно вот нужно снимать. Снимать. Я снимаю, кстати. Вот показываю вам страшную старенькую. У меня нарезанная марля. И я потом прохожусь марлей еще. Потому что все равно вот это средство, оно не стирает полностью. Лак не стирает. Хотя приятно. Там руки погружаются. Вроде как в мягких лапках ты находишься. Чих-то тепло там. Но все равно нужно стирать. И я стираю именно вот марлей. Извините, конечно, за такой вот кусок марли. Ну, я это вот сегодня стирала остатки. Мочила этим средством. И, значит, стирала. Так что хочу сказать, что он полностью все равно не стирает. Еще расскажу потом, стирает ли это средство глиттер. Такой плотный, который просто не отодрать от ногтей, от катрис. Который мне не нравится. Лаки от катрис с глиттерами. Там какие-то частицы ужаснейших. Просто не отодрать с ногтей. Их просто надо прям сдирать металлическими приспособлениями. Вот такое длинное видео получилось. Но я вот рассказала вам и о Меркурии, и о близнецах, и о зеленом цвете. Ну, что хочу сказать. Мои фавориты зеленые фавориты. Это вот этот лак. Этот лак. Вот этот лак. Этот тоже. Ну и вот такой вот замечательный лак от Kiko. Очень много зеленых оттенков в Kiko. Вот я видела в Дортмунде. Так что имейте в виду. Вот этот мне нравится. Ну, с золотом. И видите, такой красивый оттенок получается. Зелено-золотой. До свидания, мои дорогие. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Пока.